Ольга Ивановна, здравствуйте! Какие изменения порядка проведения итоговой аттестации школьников произойдут в следующем году? Основных изменений в порядке проведения итоговой аттестации в следующем году не предвидится. Хотелось бы остановиться на одном. В ходе проведения самого экзамена контрольно-измерительные материалы распечатывались в этом году прямо в аудиториях, перед участниками экзамена. В следующем году контрольно-измерительные материалы будут распечатываться и сканироваться непосредственно в аудиториях и отправляться уже в электронном виде. Данная процедура предупреждает факт фальсификации ответов участников экзаменов. Скажите, пожалуйста, остался ли в порядке проведения итоговой аттестации запрет на использование сотовых телефонов? Конечно, запрет остался. Участники экзамена и люди, привлекаемые к его организации, это организаторы в аудиториях и вне аудитории, не имеют права при себе иметь телефон, либо какие-либо письменные заметки. Что будет, если у ребенка обнаружат сотовый телефон или шпарганку? В данной неприятной ситуации будет составлен акт, для ребенка будет экзамен прекращен и он будет вынужден покинуть аудиторию. Естественно, результата по этому экзамену у него не будет. Если это был обязательный экзамен, то здесь стоит угроза неполучения аттестата. То есть очень внимательно надо отнестись и родителям, и самим детям к тому, чтобы у них во время проведения экзаменов не обнаружили, нельзя при себе иметь сотовые телефоны и письменные заметки, а тем более ими пользуются. Ольга Ивановна, скажите, пожалуйста, что делать, если ребенок недоволен своими результатами и будет ли у него возможность пересдать? Будет у ребенка пересдать возможность только на следующий год. Если выпускник недоволен своими результатами, хочет их улучшить, то через год он имеет право подать заявление, в данном случае в городской отдел образования, с просьбой зарегистрировать его для прохождения итоговой аттестации по тем предметам, которые он выбрал. Скажите, пожалуйста, а будет ли проходить итоговое сочинение в следующем году? Да, итоговое сочинение является допуском к итоговой государственной аттестации. Поэтому обязательно ежегодно наши учащиеся 11 классов пишут итоговое сочинение. В этом году тоже не исключение. Итоговое сочинение уже 7 декабря, первый тур, так сказать. Дети уже прошли пробное написание, они готовятся. 7 числа, 7 ни пуха ни пера. Известны ли уже темы сочинения? Темы, сами темы будут известны за 15 минут до начала сочинения. А направления темы, да, они уже известны, они выложены в интернете, дети уже смогли их увидеть, обсудить, попробовать написать сочинения на эти темы. Так что я думаю, что они подойдут подготовленными к написанию сочинения. Что будет, если ребенок не сумел справиться с написанием сочинения? Оценивается сочинение как зачет-незачет. Если ребенок получает незачет, у него есть право пересдать сочинение, переписать до двух раз. Вот следующие сроки написания у нас это в феврале и первая среда мая. Поэтому будет еще возможность пересдать или подготовиться получше. Ольга Ивановна, скажите, пожалуйста, куда могут обратиться граждане по вопросам подготовки, проведения итоговой аттестации? Граждане могут обратиться, во-первых, на сайты своих образовательных организаций, школ, на сайт отдела образования, на сайт управления образованием и науки Тамбовской области, где необходимые документы о проведении итоговой аттестации находятся, на сайт оборнадзора, на сайт экспертизы образовательной деятельности, который находится, этот центр находится в Тамбове. На всех этих сайтах есть информация, кроме того, работают горячие линии, на которые вы можете позвонить по телефону, и вам дадут консультацию о проведении итоговой государственной аттестации. Помимо этого, все уже контрольно-измерительные материалы находятся в базе, в интернет, в свободном доступе. Дети могут зайти, ознакомиться с контрольно-измерительными материалами, потренироваться. Центр экспертизы образовательной деятельности в этом году будет проводить пробные тестирования, то есть ребенок может попробовать себя уже сдать какой-то экзамен. Пробные тестирования проводятся на платной основе, 260 рублей стоит. Помимо этого, информация о государственной итоговой аттестации, она дается в образовательных организациях. Информационные стенды оформлены как для детей, так и для родителей. И на сайтах яркие информационные, достаточно доступные плакаты, из которых вполне доступна, понятна и полна информация о итоговой аттестации. Ольга Ивановна, спасибо вам за полезную и важную информацию, а мы напоминаем.